всем привет друзья с вами коржик это игра русская рыбалка 4 и сегодня будет маленькое коротенькое видео для любителей спиннинга тот кто любит потроллить и тот кто любит половить щуку например с берега на строге этих ребят часто преследует одна и та же проблема щука откусывает поводок и забирает с собой вашу любимую приманку особенно если она была крафтовая и вы где-нибудь у кого-нибудь ее обменяли все приманки нету обидно жалко я же хочу предложить свою идею свою как бы свое решение этой проблемы чтобы у вас щука не тревожила смотрите друзья давайте начнем например с архипа это такой водоем который открывается позже всего но возможно кроме тунгусским просто я хочу на примере показать самый такой вот самую стандартную сборку которая собирает ребята на архип вот например это мой будет адвент вы не смотрите что-то адвент это может быть супер дьюти это может быть даже мечта например какая-нибудь на палку не смотрите мы берем калибр самая популярная катушка в нашей игре как рассуждают игроки которые стараются сохранить свои снасти чтобы не поломалась ни катушка не палка потому что дорого стоит в ремонте а палка в принципе не восстанавливается они делают как они знают что механизм калибра у нас 31 килограмм ну пусть будет 30 я просто круглю чтобы было легче считать и они ставят поводок на 27 килограмм возможно даже меньше это даже слишком многовато вообще считается нормальный поводок если вы не занимаетесь клином не делайте никогда клина не переводите катушку осознанно в положение клина поводок для калибра от 20 килограмм и выше нужен вот например поставим но у меня такого нету сейчас собой например ну пусть тобой 27 килограмм и люди начинают троллить на архипе и херакс откусила херакс откусила что же я предлагаю я предлагаю сделать поводки немножко не так как вы привыкли это делать я предлагаю купить с вами леску флюрокарбоновую как это обычно и бывает но не на 27 килограмм как вы привыкли покупать например да а я бы купил блеску флюрокарбоновую вот такую где на вот она на 55 килограмм до возможно для кого-то будет дорого 1 волха это будет стоит монет 190 где-то на белой дороже стоит это все я например купил вот такую вот флюрокарбоновую на 55 килограмм вы такие думаете что ты херню несешь подождите нажимаем нажимаем поводки нажимаем обыкновенные выбираем конечно же по длине и ставим материал который только что мы с вами купили на 55 килограмм находим где-то должно быть вот и теперь самое главное мы фурнитуру ставим такую чтобы она была нам идеально под наш калибр в данный момент у меня ее нету почему-то но по само собой сейчас куплю все я купил значит фурнитуру выбираем такую которую подойдет идеально под калибр я только что купил фурнитуру которая у нас будет прочностью 21 килограмм выбираем ее и теперь делаем поводок и что мы получим с вами мы получим с вами поводок который на архипе никогда щука не сможет перекусить почему потому что диаметр один миллиметр но фурнитура у нас 21 килограмм то есть в случае чего если вы вдруг случайно переведете свой калибр в клин в бесконечность но надеюсь вы понимаете о чем я говорю то у вас поводок порвется он прочностью будет в 21 килограмм давайте это проверим изготавливаем и смотрим раз окей выбираем находим поводки и смотрим где наш поводок который был 21 килограмм по моему прочностью вот он он нажимаем его и что мы видим друзья прочность 21 килограмм но диаметром у нас поводок я не знаю тут не будет видно а вот будет видно 1 миллиметр я лично пользуюсь и такими поводками ну толщиной вернее и мне никогда 55 поводок не перекусывала никогда на архипе провел миллиард лет уже реально друзья но прочность него до сих пор 21 килограмм то есть калибр ваш вы не сломаете их как бы вы не старались бы надеюсь принцип понятен и теперь смотрите друзья чисто лично мой совет по моему опыту на ладожском архипелаге используйте 55 флюр на нижней тунгуске если вы будете троллить на этого гольца используйте этот поводок 20 подождите я немножко обманываю вас там нужен поводок 17 килограмм потому что галец он тоже привязан поводку при примерно у 17-17 килограмм он науч Academic пользователь также используйте там щука кусать летка бывает будет но если будет но то хрен с ним такое бывает и редко но там колец привязан поводку дальше у нас есть в реки волхов здесь поводок можно использовать двадцать семь килограмм не выше двадцать семь килограмм например вот даже вот в новогодней катушке вот 27 килограмм вот такой вот используйте толщину флюрика надеюсь понятно и ограничивать ее фурнитуры например вы идете на волхов с помощью такой вот короче катушки адриатики например я лично сам на адриатиках на волхове троллил добывать сложно но терпимо мы знаем что механизм адриатики 14 килограмм это по таблицам патриасова известно есть сайт так называется сайт патриасова там вы найдете механизмы многих катушек без инерционных точно что мы делаем 14 килограмм у нас механизм но мы знаем что там есть щука который может легко откусить наш поводок какой поводок мы сделаем друзья правильно нажимаем поводки нажимаем обыкновенные 60 сантиметров и сюда теперь ставим 27 килограмм находим его где-то вот у меня должно быть вот 27 килограмм такой вот флюрокарбон 100 м называется 61 лб выбираем его и теперь фурнитурой которая вот 13 6 мы ограничиваем его прочность выбираем вот теперь у нас поводок будет 13 6 грамм прочностью если вдруг случайно мы переведем нашу адриатику бесконечность в клин повод порвется поводок не сломается механизм а именно поводок но имея толщину поводка 07 щука его на волхове не сможет откусить также вы можете пробовать делать мне наверно кори так не надо делать смотрите нас еще и скоро там поводок можно использовать 17 килограмм выше нельзя потом уже будет клёв хуже идти форель она тоже привязана к поводку там щука тоже бывает но очень редко там вы уже как бы не поиграетесь а потому что 17 килограмм как бы это и так слабый поводок но можете и жулись вы троллите на адриатика как я это лично делал бы если у вас уже есть апнут адриатики бы я бы на коре бы троллил бы и сделал бы поводок бы толщиной в 17-18 килограмм флюр просто заходите магазин находит телеска флюрокарбоновые друзья всегда покупайте подороже но только не 300 метров давайте посмотрим что у нас здесь есть что у нас здесь есть есть 12 килограмм это не то это нам не нужно надо что-то другое поискать что у нас еще есть что здесь вообще по прочности 23 килограмма до хрена нам нужно килограмм 18 вот здесь например здесь тоже нету дэм 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 а здесь что у нас есть вот у нас есть есть 19 килограмм я бы выбрал был такой например флюрик и фурнитуру поставил бы 13 6 килограмм то есть у нас будет толстый поводок но слабый по прочности щука его будет кусать крайне редко но в случае чего вы сохраните свои снасти вот честно не знаю на 17 килограмм может это есть в это флюрокарбон едете чуть-чуть реально запутался на 19 на 15 блин а как же нас на нас нас килограмм сделать 10 от 17 грамм флюр дорогой блин дешевый то есть вот такой бывший флюрик бы купил бы и фурнитуру ставил бы на транс килограмм ну как друзья по и под поищите может что-нибудь найдете еще может быть в оснастке в поводковых материалах например здесь есть продается вот флюрокарбон что здесь у нас есть а вот он кстати поводок можно делать вот он флюр вот он флюр поводкового материала вот он покупайте для кори такого флюр делайте фурнитуру на транс килограмм трансти шесть и делайте себе поводки чтобы щука не кусила не кусала ядриатики ваши были целы все друзья такая вот моя идея если есть какие-нибудь вопросы пишите если какие-то комментарии критика тоже пишите возможно где-то я не прав но лично я так пользовался и всегда мои снасти были целы и щука не кусала все друзья всем пока до скорых встреч